Тренировка ходьба на улице и смотрим первое значение, что мы видим расстояние здесь 0,71, а здесь 0,67. Расстояние почему-то неверно, я не знаю, возможно GPS не подцепил значение. Пульс, как вы видите, 139, здесь 138. Пульс считает примерно нормально. Продолжаем движение. Быстрая ходьба, тренировка продолжается по часам, смотрите, 1,16 здесь и 1,02 на ванпласс. То есть разница, как вы видите, на километре порядка 150 метров, что довольно-таки немало, я так скажу. И пульс 150-150, по пульсу зато здесь пока все отлично. И прежде всего хочу сказать, или точнее напомнить, что сейчас в Украине у нас идет война, поэтому очень длинных забегов, тестов всего делать не могу, делать не буду, потому что это может быть чревато последствиями, а может быть и опасно. Поэтому постараюсь по максимуму все сказать, показать вам в этой тяжелой ситуации. Продолжаем тренировку быстрая ходьба. И смотрим, ну, пульс 149, 150, 150. Пульс идентичный, это хорошо. А вот расстояние 1,75 на Samsung и 1,6 на ванпласс. Соответственно, разница по-прежнему остается порядка 150 метров. Ну, и еще одни промежуточные значения. 2,03, 2,20, то есть 170 метров где-то разница на двух километрах. А по пульсу 146, 146, 147. То есть, по сути, по дистанции немного ошибаются ванпласс. Я склонен доверять Samsung, потому что неоднократно их проверял, уже сверял и с смартфоном, и с другими умными часами. Ну, а пульс. Пульсы для ходьбы. Главное набрать темп. И если его резко не будете менять, пульс будет показывать правильно. Вот такие вот данные мы на данный случай имеем. Ну, итоговые данные, смотрите. 2,28 на OnePlus 2,10 расстояние. И подсчет калорий немного отличается. Здесь 248 калорий, на Samsung 134. Отличается практически в два раза. Не знаю почему, но как-то так. Energy Used Calorie 248. Здесь 134. Кстати, для ходьбы, возможно, более правильно показал Samsung. Если бы это был бег, тогда вполне вероятно, что OnePlus бы показал более правильно. Ладно, но это только быстрая ходьба. Дальше мы еще протестируем бег. Ну и какие выводы можно сделать по тренировке ходьба по часам OnePlus Watch? Так, скажу так, что лучше всего подождать, пока GPS схватит сигнал. Потому что, не знаю, первый раз у меня почему-то схватывал сигнал достаточно долго. И по итогам первого раза вы видели, что разница в расстоянии там была 150-170 метров. 150-140 метров на одном километре. И дальше немного расстояние росло. Когда цепляется GPS, он подцепился немножко позже, видимо, и расстояние примерно одинаково уже показывало. Соответственно, что и пульс. Кстати, пульс по пульсу показывает также достаточно точные значения. Так что для ходьбы использовать OnePlus Watch можно. Что, ну да, в принципе, это, наверное, все, что я хотел сказать. Так как при ходьбе вы будете либо резко, быстро вы не будете наращивать темп, или же резко останавливаться. Потому что ходьба это примерно в одном темпе. Может быть чуть больше, чуть меньше темп. Но в итоге в таком режиме пульс будет подсчитывать правильно. Если же вы вдруг начнете резко останавливаться, пульс будет падать так же плавно, с задержкой, там, секунд 20-30. Или же наоборот, если вы будете резко темп увеличивать, то есть вы шли вот таким спокойным шагом, потом резко побежали. И тогда пульс точно так же будет увеличиваться постепенно через 20-30 секунд. Ну, а в остальном, в остальном все хорошо. Для ходьбы, для прогулок, для медленной, для быстрой ходьбы неплохой вариант. GPS работает, маршрут есть, расстояние есть, пульс есть, все работает.